Найдите два двузначных числа, если сумма всех остальных двузначных чисел в 50 раз больше одного из них. Повторяю. Найдите такие два двузначных числа, что когда вы сложите все остальные двузначные числа и разделите это на 50, то вы получите одно из них. Придумайте такие два двузначных числа, что если вы сложите все остальные двузначные числа и разделите на 50, то получите одно из этих двух двузначных чисел. Чему равна сумма всех двузначных чисел? Понятно? Самое маленькое двузначное число сколько? 10. Самое большое двузначное число. 99. 99. Отлично. Как положено считать эту сумму? Переписаем в обратном порядке. Не знаю, но... Джуистический стандартный, а почему это правильно? Так? В каждом столбике почему будет равна сумма? 100. 100. Сколько всего двузначных чисел? Получается 8 и 9. А если подумайте? А если еще подумайте? 109. Нет, 109 это в каждом столбике. Это понятно? Сколько штук? 90. Что? 90. 90, конечно. Потому что надо 99 вычистить 9 однозначно. Значит, так и пишем. 100. 100. 100. Умножить до 90. Понятно, что еще надо пополам поделать? Потому что мы два раза написали. Замечательно. Вот она сумма всех. Теперь равнение. Значит, она вичность в А, вичность в В. А и В это однозначные числа. Дальше что? Разделить на 50. И получится А. Согласны? Так, что дальше делают? Чтобы все хорошо получилось. Ну, на 50 умножают обе части, а чем не дали? Получается такое уравнение. 109 умножить на 45. Это 51А плюс В. Господа, теперь мы должны в двузначных числах решить вот эту уравнение. А и В двузначные числа. Что, естественно, здесь и сделать? Вы понимаете, что вот это, вот, 953. Да. Разумно взять вот это, вот, что разберем, 953. Справимся или нет? Что будет? 109 умножим на 45, делить на 51. Кстати, 51 на 3, делить. Это 96 умножить на 51. Теперь давайте думать. Теперь давайте думать. У нас уравнение выглядит так. Число А умножаем на 51, прибавляем В. Причем В это двузначное число. Как Вы считаете, чему равно А и чему равно В? В равно... нет. В двузначное число. В равно 10. Значит, еще раз. У нас есть 96 умножить на 51 плюс 9. И у нас есть... В равно 60. В? В равно 60. Молодец. Конечно, В это 60. А А это сколько? 95. 95, конечно. Поняли его идею? У нас, смотрите, у нас вот это вот 51. Это одно и то же. Если В будет слишком большим, то она не будет двузначной. Понятно? Да. Значит, единственный способ это взять, конечно, что В 50. 50.